Итак, ребятки, совсем недавно был день рождения у Яндекса Алисы, соответственно, и у ней есть фишка. Если Алису поздравить с днём рождения, то давайте посмотрим, что будет. Слушай, Алиса, с днём рождения тебя! Это очень трогательно. Спасибо. Кстати, у меня есть вопрос, который не даёт мне покоя. Почему дети так не любят носить шапки? А потому что им жарко. А мне наоборот холодно. С днём рождения! Ура! Спасибо, что поздравили. Заодно ответьте мне ещё на один вопрос. Почему мужа графини называют графом, а не графином? Друзья, короче, так можно продолжать бесконечно. Она задаёт вопросы вам, и вы отвечаете. Так же, друзья, проверяйте. Днём рождения Алиса. Я ещё помню, на своём канале делал обзор, когда было не Яндекс Алиса, а Яндекс строка. И, значит, это было круто, интересно. С самого начала проект вызвал просто колоссальный интерес. Я, кстати, первый, по-моему, даже сделал обзор на Яндекс строку в Ютубе, и мне сказали об этом лично разработчики Яндекс Алисы. Ну да ладно. Соответственно, ссылка в описании. Друзья, как всегда, задавайте вопросы Алисы. Помимо этого, она может запустить погоду на карте. Мне не удалось определить, где вы находитесь. О, чёрт. Ну, короче, друзья, какой-то спой она не узнала, где я нахожусь, но она в другом ролике прекрасно запускала карту. Слушай, Алиса, открой диск С. Вот. Вот, открывает диск С, и, помимо этого, она ещё может и перезагружать ПК. Я этого, естественно, делать не буду сейчас. Ну, короче, огромные возможности есть у Яндекса Алисы. Огромнейшие просто. Всех их не перечислить. Ссылки, как всегда, будут в описании. Всё, дошли, всем пока, до свидания. Продолжение следует...